друзья коллеги снова приветствую вас всех на своем новостном канале прежде чем перейти к новостям хочу поделиться одним соображением а дело вот в чем новости выпуски новостей набирают довольно неплохое количество просмотров иногда это исчисляется несколькими сотнями особенно когда это репортажи с выставок и других мероприятий что в общем для столь узкого тематического новостного канала довольно неплохо и считаю при этом количество лайков ничтожно мало связи с этим вопрос если все так плохо зачем смотреть а если все не так уж плохо то почему не поставить лайк хотя бы авансом чтобы как можно больше наших коллег смогли увидеть этот и другие выпуски новостей поэтому прошу авансом перед просмотром этого выпуска будьте добры поставьте лайк а если не трудно сделайте репост поделитесь ссылкой заранее благодарю но теперь к новостям и начну к сожалению с траурной новости в субботу 13 мая на 77 году жизни а нас покинул основатель и бессменный президент национальной ассоциации телерадиовещателей эдуард михайлович сагалаев он несомненно внес вклад в развитие российской медиа индустрии особенно на начальном этапе ее перехода от советской к более прогрессивной модели российская медиа индустрии есть много людей в чьей жизни и профессиональном развитии эдуард сагалаев сыграл большую роль многие из них а также коллеги друзья и родные вчера простились с эдуардом сагалаевым хочу выразить соболезнования родным и друзьям эдуарда михайловича еще немного о медиа индустрии точнее о кадрах а еще точнее о подготовке кадров для этой самой медиа индустрии к сожалению не все российские вузы идут в ногу со временем пусть это и избитый штамп и не готовят кадры в соответствии с перспективами развития этой самой медиа индустрии в некоторых вузах ситуация такая как ее описывал черчилль говоря о генералах которые по его мнению всегда готовятся к уже прошедшей войне в частности в россии есть профессионалы энтузиасты готовые и желающие изменить эту ситуацию во всяком случае внести свой вклад в подготовку специалистов и делающие это в меру своих сил и возможностей сужен ну да у нас случился такой как удивительный наверное для многих сюжет за последний год ушли наши основные клиенты дисней netflix apple и возник вопрос а что нам теперь делать со всем нашим добром с большой студии который у нас есть с помещениями ну и наверное это такой повод попытаться реализовать мою давнюю мечту построить перестроить переформатировать это в такую образовательную историю в учебный такой лабораторный комплекс который мы нацеливаем на подготовку как в области инженеров то есть это инженерная подготовка и в области звука и в области кинопроекции и в области телевизионных в первую очередь в области айпи технологий в теле телевизионной индустрии в медиа индустрии в целом потому что это такая революция которая нас уже настигает и очевидно что больше и больше людей больше и больше специалистов будут искать возможности повысить свою квалификацию узнать что-то новое поработать на практике именно вот в области айпи технологий в теле медиа индустрии ну вот будем реализовывать такой проект я давно его хотел сделать и есть команда у нас и три базовых идеи первая идея что мы готовим специалистов действующих телевизионных комплексов телекомпаний именно как раз давая основы айпи основы передачи медиа данных в айпи сетях у нас как раз есть две сейчас программы на эту тему онлайн образование в дополнительных программах мы будем лабораторным комплексом для студентов инженерных вузов которые преподают в области аудиовизуальных технологий на северо-западе нашей страны санкт-петербург безусловно великий новгород первую очередь мы к осени запустим несколько лабораторий которые позволяют студентам делать лабораторные работы в рамках своих образовательных курсов программ и третий сегмент который нам очень интересен это такие кружки медиа творчества медиа моделирования технического моделирования технического творчества для старшеклассников и для младшекурсников то есть это если многие помнят в детстве авиамодельные кружки кружки радиолюбителей а это вот будут кружки таких вот инженеров медиа любителей ну представьте себе задачку если компан команда школьников например разрабатывает и собирает свою птз камеру то есть полностью не просто там купили готовы там поставили сенсор приделали объектив значит надо что-то уже выточить что-то сделать на станке на токарном станке на фрезерном станке на 3d принтере напечатать нужен привод чтобы это все управлялось там шаговые двигатели либо еще какие-то решения нужен софт нужны контроллеры нужно передать этот сигнал вот идея как бы в том чтобы на базе вот изготовления разработки вот таких вот радиолюбительских устройств мы будем вовлекать молодых ребят в новую для них тему медиа индустрии именно как инженерного творчества мы можем предоставлять тем кому это интересно возможности работать на этом оборудовании экспериментировать паять программировать скрещивать пропускать сигналы компрессировать измерять и так далее у нас как бы еще один важный сегмент это действующие инженеры и одна из моих мечт это разработать например онлайн курс по измерениям в айпи сетях медиа комплексов чтобы инженер который повышает свою квалификацию сидя у себя на кухне в кемерово мог дистанционно заходить в систему и проводить например измерения и изучать как мы меряем там джиттер выпадение сигналов потерю пакетов и так далее и плюс у нас есть программы курсы сегодня они уже доступны на сайте нашей школы это программы по передаче медиа данных в айпи сетях там у нас на сегодня две программы причем одна программа большая это очень большая программа там полгода получается приходится учиться но это от основ айпи вот для инженеров телевизионных комплексов от основ айпи что мы передаем в каком мы виде передаем это базовые основы по компрессии например по технологиям сетевым маршрутизации и потом мы идем к продвинутому уровню к стандартам 2022 передачи в айпи сетях и по магистральным каналам это двадцать один десять о котором сейчас много говорят полностью дословно мы это очень внимательно разбираем всю логику и так далее и это спецификации энмос который позволяет нам управлять нашими устройствами медиа устройствами в сетевом окружении и так далее а вторая программа это как раз фрагмент вот этой большой программы который посвящен 2022 энмос пти пи безусловно двадцать один десять это более укороченная программа потому что у кого-то нету времени у кого-то есть уже знания базовые по айпи технологиям и кто хочет именно про поговорить про конкретно вот эти технологии стандарты 2022 пти пи и 2110 энмос не надо удивляться что короткая программа стоит дороже чем длинная программа потому что она используется большим спросом спрос рождает предложение но безусловно мой интерес состоит в том чтобы как можно больше инженеров современных инженеров телевидения вовлекались в эту логику потому что ну очевидно это то с чем мы будем жить ближайшие годы очевидно что все технологии уходят в айпи инфраструктуру в айпи основу и не понимая как это устроено с инженерной точки зрения мы просто далеко не продвинемся вот чтобы пройти курсы подготовительные курсы повышения квалификации нужно зайти на сайт высшей школы киноинженеров мы как раз в рамках этой школы развиваем проект школы инженеров телевидения mpi.edu.ru выбрать курс записаться там есть варианты можно оплатить за счет работодателя то есть мы можем заключить договор с телеканалом на обучение одного либо нескольких специалистов и важный момент безусловно так как школа обладает образовательной лицензией мы выдаем официально документы о повышении квалификации что тоже для каждого инженера неплохой задел на будущее эти все данные заносятся в федеральный реестр об образовательных документах то есть официальный документ о повышении квалификации по вот этим программам поэтому заходите на сайт выбирайте курс решайте кто его оплатит вы сами либо это будет ваш работодатель без проблем и все проходите курс сдавайте зачет издавайте экзамены и получайте новые знания в той сфере которая грядет в нашей индустрии теперь снова хочу вернуться к выставке и наби 2023 а точнее к экспозиции компании canon об основных новинках этой компании рассказал ее менеджер пол макниф в одном из наших выпусков сделанных непосредственно из лас-вегаса но одну на мой взгляд очень интересную новинку пол не упомянул это касается первой в мире камеры на основе нового сенсора сенсора нового типа это так называемый сенсор спад то есть на основе однофотонного лавинного диода сам сенсор уже давно был разработки canon и журнал media vision рассказывал об этом и вот появилась первая камера получившая наименование ms500 камере применен 1 дюймовый сенсор спад обладающий пока самым высоким разрешением 3,2 мегапикселя для таких датчиков изображений благодаря возможностям спад технологии камера имеет очень высокую чувствительность а устанавливаемые на камеру длиннофокусные объективы вещательного класса позволяют вести съемку с довольно большого расстояния все это в сумме делает ms500 оптимальной для высокоточного мониторинга пока в списке вариантов применения камеры нет вещания а только наблюдения за различными объектами и пространствами но в будущем и это возможно ведь совершенствование камеры продолжается уже сейчас камеру можно применять для идентификации объектов на большом расстоянии и почти в полной темноте а также для слежения за обнаруженными объектами например за приближающимся к порту кораблю поскольку сенсоры спад фиксируют число фотонов в отличие от датчиков симос аккумулирующих в пикселях электронный заряд в том числе и шум формируемая спад сенсорами изображения получается максимально чистым с практически нулевым уровнем шума именно эта особенность датчика позволяет ms500 вести съемку в условиях ночи когда даже звезд на небе нет для установки объектива камера снабжена байонетом типа b широко применяемым вещательной отрасли canon продолжит работы по совершенствованию камеры а приобрести ее как утверждается можно будет уже в этом году а сейчас переходим от одной выставки к другой от nab 2023 к media production and technology show которая состоялась 10 и 11 мая в лондонском выставочном центре олимпия там побывала екатерина петухова и готова поделиться своим впечатлением от этой выставки дорогие коллеги дорогие друзья 9 и 10 мая в лондоне в выставочном центре олимпия проходила media production and technology show несмотря на свою региональность и камерность она была чрезвычайно насыщенным и очень полезным я не знаю точной цифры посетителей но очередь на вход была внушительной народ на стендах не иссякал до последней минуты я уже не говорю о презентационных театрах они явно не вмещали всех желающих ну а нетворкинг как начинался в баре выставки рано утром так и продолжался в окрестных пабах и барах до позднего вечера среди экспонентов были хорошо известные нам сони панасоник black magic дизайн рус видео и многие другие наши друзья из братка solutions познакомили меня с акулы вегетарианцев из human interface их собственной разработкой но и не только свет звук штативы батареи и так далее было даже некоторое количество новых неизвестных мне компаний таких как архивы или овейшн дейта поскольку тема архивов меня очень интересует то разработки этих компаний привлекли внимание кратко отмечу самое интересное по презентациям ключевая лекция открытия была от продюсера сценариста и режиссера стивена найта заслуженного автора которого мы знаем по многим работам от шоу кто хочет быть миллионером до любимого сериала острые козырьки стивен рассказал об открытии новой студии в бирмингеме которая будет оснащена по последнюю условно технологии и создаст около 1000 рабочих мест в этом прекрасном городе в разделе производства в первый и во второй день состоялись интереснейшие презентации по документальным фильмам и съемкам живой природы а в разделе аудио наиболее интересная презентация была посвящена использованию искусственного интеллекта в работе со звуком и это касается не только синхронного перевода о чем доложили наши коллеги из компании спичматикс но и других аспектов шумоподавления и объемного звука для спортивных трансляций salsa sound запомните это имя в разделе постпродакшен наиболее яркая презентация была от корпорации bbc с названием bbc studios трансформация видео и будущее медиа в этом разделе лекций в основном был акцент на распределенное производство и облачное производство соседняя с ней площадка посвящена виртуальному производству отчасти перекликалась с нею но при этом там царил абсолютно футуристический мир vr xr icvfx не знаю как такое но лучше знаете все эти аббревиатуры мелькали в названиях презентации самая интересная презентация эволюция старикелинга 3d и искусственный интеллект в реальном времени тоже привлекла мое внимание понятно что больше всего времени я провела в театре технологии во первых мне было интересно послушать об организации прямого вещания церемонии коронации его величества карла третьего с применением технологии 5g в завершение первого дня чрезвычайно интересная презентация мишель мансона основателя компании илювия вела нас в мир блокчейн для медиапроизводства технологии илювия позволяют добиться дополнительной монетизации как но создаваемого так и уже существующего контента ну и наконец последнее в программе и первое в истории индустрии презентация была сделана брюсом древле нам моим коллегой эта презентация нового инструмента для сохранения передачи мета данных метарекс медиа она вызвала большой интерес и горячие споры я принимаю непосредственно участие в этом проекте и буду держать вас курсе его развития не переключайтесь благодарю за внимание вот и все на сегодня пожалуй спасибо что досмотрели буду еще больше признателен если поставите лайк ну а если еще и поделитесь ссылкой будет просто супер до встречи через неделю